Теперь нам нужно подредактировать шаблонный дизайн нашего интернет-магазина. У вас в описании будет под видео несколько инструкций. Вы открываете первую инструкцию, которая называется, что-то вроде будет называться «Общий код для изменения шаблона». Открываете его, копируете весь имеющийся там код, затем переходите в панель «Настроить». Тут есть вкладка «Дополнительные стили». Закрываете предупреждение, устанавливаете курсор и вставляете скопированный код. В общем, я установил курсор и вставляю скопированный код. Теперь нам нужно с вами подредактировать вот этот заголовок с сайта, сделать его как бы в виде логотипа. Для этого нам поможет сервис Google Fonts. С помощью него можно подключать какие-то красивые шрифты к вашему сайту на WordPress. Ссылка на этот сервис будет также в описании. Вот он, этот сервис. Значит, вам нужно, во-первых, здесь выбрать язык. Если у вас на английском языке, то выбираете латиницу. Ну, текст, которым нужно применить шрифт на английском языке, то подключаете латиницу. Если на русском, то кириллицу. У меня на английском языке, поэтому я здесь выбираю латин. В нашем случае я знаю, как называется шрифт, но вы можете просто поискать его вот так вот, ну, обычным поиском через каталог. Вот этот наш шрифт. Значит, для добавления этого шрифта, во-первых, здесь выбираете все настройки и потом кликаете плюс. Все, шрифт добавлен. Теперь внизу, вот в этом окошке кликаете на название. Копируете вот эту ссылочку. Во второй вкладке, ну, откройте, у меня просто открыто консоль, нужно открыть консоль редактирования. Выбрать внешний вид редактор тем. Выбрать родительскую тему new store. Ну, я про это уже рассказывал. Здесь выбрать header. Заголовок header должен быть. Вот он, заголовок header.php. Кликаем. Открывается файл. Вот тут перед закрывающимся тегом hit, видите, черточка, слэш и hit. Вот перед ним нужно вставить строку пустую. То есть курсор сместить стрелкой на начало строки и вставить скопированный код. Обновляем файл. А теперь все, что вам нужно сделать. Открыть инструкцию по настройке заголовка сайта. Как-то так будет называться она. Вы открываете ее. Я этот код возьму с сайта образца. Копируем. Возвращаемся во вкладку дополнительные стили на ваш сайт, куда нужно вставить соответствующий код. Устанавливаем курсор обычным кликом в самом конце. Спускаемся на одну или две строки с помощью enter. И вставляем скопированный код. Смотрите, вот здесь, вот этот участок, фонд в фэмили, название шрифта, запятая курсив. Вот эту всю выделенную часть, вместо этой выделенной части вставляете свой код вот отсюда. Вот отсюда. Вот копируете на сервисе Google Fonts свой код со шрифтом. Переходите в панель дополнительные стили и вставляете вместо вот этого кода. Либо можете все сделать в текстовом формате, а потом просто скопировать уже готовить. У меня отображается все правильно. Теперь, так как он здесь не поменялся шрифт, потому что я изменил во вкладке внешний вид, но еще не обновил сайт. Для этого кликаем опубликовать, для сохранения. Теперь давайте перезагрузим страничку. И, пожалуйста, у нас все получилось. Далее у вас также под видео есть ссылка на инструкцию, которая будет называться индивидуальный код. Вы берете, открываете. И там в инструкции будет и пример кода, и описание. В описании будет пример кода. Берете весь этот код, копируете. Я возьму с сайта образца. Возвращаетесь во вкладку дополнительные стили, куда мы вставляем на вашем настраиваемом сайте. Дизайн. В самом низу вставляете, вставите в конце курсор. С помощью, ну даже стрелку вправо можете нажать, чтобы ничего не сбить. И Enter. Нажимаете на две строки вниз. Спускайтесь, можете даже побольше спустить. И вставляете в новый скопированный код. И теперь этот код нам нужно будет с вами настроить. Потому что он имеет особенные качества. Я вас попрошу во второй вкладке открыть также вот именно сайт. Не панель редактирования, а сайт. Берем, перейти на сайт. Во-первых, нам нужно получить индивидуальный признак вот этого пункта меню и вот этого пункта меню, чтобы перекрасить его в оранжевый цвет. Для этого просто, когда вы открыли сайт, ну допустим, так даже. Вы правой кнопкой мыши, посмотри на пункте меню, кликайте правой кнопкой мыши и посмотреть код элемента. Если у вас не Opera, а браузер, как у меня у другой, другой браузер или Google или что-то другое, то будет похожая надпись. Но в суть одна и та же. Вот открывается панель. Тут вы можете ее двигать. Видите, вы находите, заводите на край и двухконечная стрелка появляется. Вы можете сдвинуть вправе и пока, ну, можете менять размер, да, окна. Ну вот наши, наши ссылки, которые нам нужно подредактировать. Еще раз давайте правой кнопкой мыши посмотреть код элемента. Вот, видите, выделился избранное. В этой панели управления, или можете назвать ее панель просмотра кода, мы можем навести на элемент избранное. И видите, слева выделяется тот участок сайта, за который этот код отвечает. Нам нужно, видите, span. Это лишь часть того, что нам нужно. I. Это тег I, который отвечает за иконку. Еще чуть выше поднимаемся. Нам нужен вот этот ли, тег ли. И у него айдишник, вот он, меню, item 220. Видите, он полностью выделился. Не ссылка, а A, а именно тег ли. Вот, видите, у него есть идентификатор. Нам нужен, короче, тег, у которого будет индивидуальный айдишник. Вот он, айдишник, меню, item, тире и какой-то номер. Запишите. А также то же самое делаем с консультацией. Посмотреть код элемента. Здесь чуть выше, чуть выше, чуть выше. И вот, 221. Нам нужен 220 и 221. Возвращаемся в панель, где вы настраиваете дизайн. И, значит, обращаемся к тому коду, который мы только что вставили. Видите, 99 и 107. Нам нужно поменять 99 цифру на 220. Бах, видите, окрасилась в оранжевый. И вместо 170, 200, 221, 200. То есть мы подключили именно ваш идентификатор. Идем дальше. VP-имидж. Что это такое? VP-имидж, вот это 123. Это вот эта картинка с платежными системами. Опять же, возвращаемся на ту укладку, где у вас открыт именно сайт. Пускаемся в самый подвал. И кликаем правой кнопкой мыши по этой картинке. Вот эта картинка, да? Ищем здесь класс. Вот видите, класс. Вот он класс. Класс. Имидж, не трогаем, пробел. VP-имидж 232. 232. Вы находите свою цифру. Возвращайтесь в панель настроить, где мы настроим ваш дизайн. И вводите 232. И видите, наша картинка спустилась ниже. Теперь, далее мы подходим. Text-6. Вот этот Text-6, это в общем, смотрите. Возвращаемся на наш сайт, где открыт сайт, да? Закрываем эту панель. Нам нужно перейти в каталог. Давайте перейдем в джинсы. И в товар. Text-6, это вот это вот. Это вот сектор, да? Вот эта секция. Нам нужно убрать вот эти ограничители. То есть, вот эту как бы рамку серую. Правой кнопкой мыши. Посмотреть код элемента. Смотрим. Видите, что получилось? Text-2. Запоминаем цифру 2. Возвращаемся в панель настроить. И вместо Text-6 вставляем Text-2. Давайте опубликуем изменения. И во второй вкладке перезагрузим. Ну и можем консоль закрыть, конечно. Видите, рамка сразу ушла. Теперь идем дальше. Смотрите дальше. Вот этот меню Item 96-ULE. Это фон для вот этих вот подпунктов нашего пункта каталог. Все, что нужно сделать. Опять открываем панель, где у нас открыто. Ну, допустим, на главной странице, где у нас открыт сайт. Что мы делаем здесь? Здесь мы просто наводим курсор мыши на пункт каталог. Правая кнопка мыши. Посмотреть код элемента. Или похоже, как у вас команда. Смотрите, каталог. Нам нужен ли? Поподнимаемся наверх. Нам нужен ID-шник. Он у нас, меню Item 108. Вот этот пункт каталог. Идет ссылка. И идет спан. Выше, выше. Вот он, меню Item 189. Запоминаем цифру 189. Возвращаемся к коду. И сейчас еще 100. 189 именно. И вместо 96 нам нужно сюда ввести. 189. И убираем 96. Каталог. Пожалуйста. Все черное. Отлично. Теперь дальше. News, Tor, WooCommerce, продукт, тире 4. Вот эти тире 4 и тире 7. Это вот эти названия. Акция и топ-продаж. Все, что нужно сделать, это опять же на сайте. Находим акция. Посмотреть код элемента. Поднимаемся наверх. Видите? Ну, сейчас я спущусь вниз. Вот. Видите? Sections, Title, акция. Heading. Выше. Front Page. Нам нужно выше. Вот он. Это вот этот ID-шник. Нам нужен индивидуальный идентификатор этой секции. Акция. Видите? Наводим. Он и нависит. Все эта секция выделяется. У этого получаем ID-шник. Вот ID-шник. ID-шник получается 3. А вот второй секции. Также запомнили третий ID-шник 3. А во второй секции получается ID-шник 5. Запомнили цифры 3 и 5. Возвращаемся к коду. Вот этот код. В первую цифру вместо четверки вставляем тройка. Вместо семерки вставляем пятерку. Теперь. Теперь видите? Тут, короче говоря, прописан специальный шрифт. Вот. Фон. Фэмили. Келли. Слаб. Курсив. Если вам нравится и такой шрифт, как в сайте образце. Вот она. Я вам покажу сейчас. Вот. То. Также в инструкции по вставке вот этого особенного кода будет указана ссылка. Вы берете эту ссылку. Я ее возьму с сайта образца. Сейчас. Не ссылку, а там будет участок кода. Вы берете, копируете тег специальный. Это участок кода. Заходите. Значит, вам нужно открыть консоль. В дополнительной вкладке открываете сайт. То есть, его консоль. Заходите. Смотрите. Внешний вид. Редактор тем. Здесь выбираю. Переходите в родительскую тему. Уже сто раз это, наверное, уже сделали мы. Так. Здесь выбираем хит заголовок. Hit.kidr.php. И здесь, перед тегом, закрывающимся тегом hit, где прошлый шрифт вставляли, нам нужно вставить строку, переместить курсор влево и вставить скопированный код. Кликнуть обновить страницу. Так. Переходим в панель, где мы настраивали все. Давайте опубликуем. И перезагрузим. Видите, шрифт поменялся. Все отлично сработало. Снова в дополнительный стиль. И так, получается, спускаемся по коду вниз. Так. И у нас осталось вот с этим кодом разобраться. Давайте во второй вкладке, где открыть сайт, переходим прямо на сайт с консоли, вот с этой, с Function.php. Переходим на страницу доставка и оплата. Вам нужно получить код вот этого заголовка. Правая кнопка мыши на нем. Посмотреть код элемента. Видите? Вот он. H1 это заголовок. Это шапка, хидр. И вот артикл. Нам нужен артикл. Его идишник. Пост-94. Берем и вот сюда, в нижнюю часть, вот где 87 пост, вводим 94. Видите? Теперь нам нужно переключиться на... Закрываем консоль на контакты. На страницу контакты. И получить код страницы контакты. Посмотреть код элемента. И видите? Пост-96. Возвращаемся к коду. И сюда ставим пост-96. И наверху, вот на этот участок кода, где маржин топ-7%, также вместо 88 ставим 96. Сохраняем изменения. И в этой вкладке, где открыто на сайт, давайте обновим страницу. Пожалуйста, все получилось. Если бы вы не сохраняли изменения, сохраните изменения. Теперь нам нужно закрыть вкладку настроить. Здесь мы все сделали. Далее у вас также в описании будет файл, инструкция, замена названий. Вам нужно открыть ее и скопировать весь имеющийся там код. Я возьму этот код с сайта образца. Вам нужно перейти в консоль. После того, как вы скопировали код, вам нужно перейти в консоль. Зайти, навести на внешний вид, выбрать редактор тем. Здесь нас интересует файл functions.php. Спускаемся в самый низ, устанавливаем курсор в самом низу. Спускаемся через enter на две строчки вниз и вставляем скопированный код. Также у вас будет инструкция по настройке изображений товаров. Вы открываете эту инструкцию, копируете также код. Тут будут эти три строчки. И сразу же, вот после того, возвращаемся в ту панель, где мы только что вставили код, то есть function.php. Спускаемся также на пару строчек и вставляем и этот код. Кликаем обновить файл. Все, код успешно добавлен. Возвращаемся на сайт. Сейчас объясню, что сделал. Мы по замене названий поменяли. Помните, везде аккаунты, вот эти все некорректные английские названия. Они были на английском языке, а теперь они на русском. То есть мы все сделали с вами по уму. На этом настройка дизайна нашего шаблона интернет-магазина завершена.